Теперь мы приступим, немножечко потренируемся. Посмотрите. 7.30. Как будем приветствовать друг друга? 7.30. 7 часов 30 минут утра. Что скажем? Что скажем? Guten Morgen, Jelena. Aha, richtig. Guten Morgen. Morgen. Guten Morgen. Richtig. 20.04. 15.40. Was sagen wir? 15.40. Guten Tag. Ja, richtig, richtig. Sehr schön. Und 10.07. 10.07. 10.07. 10.07. Richtig, sehr schön. So, was sagen wir so? 21.00, was sagen wir? Guten Abend. Ja, guten Abend. Richtig, richtig. Guten Tag. Guten Abend. Можно guten Tag, если рассматривать как универсальная Ольга, да? Можно теоретически, но, конечно же, правильнее будет в данном варианте. Guten Abend. Ну и в любое время суток что скажем? Как поприветствуем в любое время суток? Hallo. Hallo. Ja? Ja? Ja, hallo. Sehr gut. Покажу вам еще одну формулу приветствия. Думаю, не всем знакомая. Malzeit. Есть кому знакомая такая формула? Malzeit. Кто-нибудь есть, кто знает, кто слышал? Очень распространенное на самом деле. Минус. Ага, Елена не слышала такое. Ага, кто-то может быть слышал? Похвастается? Не. Malzeit – это вариант приветствия. По регионам, к сожалению, не скажу. Я во всех слышала, и так по фильмам очень часто. Дословно переводится Malzeit как время приема пищи или прием пищи. Дословно. От глагола Malen на самом деле перемалывать, ну и конечно мы жуем, да, время жевать, перемалывать пищу. Но если как вариант приветствия, то используется в то время суток, когда принято, например, завтракать, обедать, ужинать, принимать какую-то пищу, да. И особенно, конечно же, распространено, если вы входите, например, в столовую. И много народу обедает или завтракает. И тогда вот уместно сказать Malzeit как вариант приветствия именно, да. То есть имеется в виду не то, чтобы как-то обращать внимание, что народ ест, а просто как приветствие, как Hallo – сказать Malzeit. Это изначально, конечно же. Ну а в современной Германии настолько это укоренилось, что используют даже, если заходят, например, в бюро. Вот, Ольга, да, изначально, да, было аналогом приятного аппетита. Опять звук пропадает. Я себя слышу прям замечательно в наушниках. Мое дыхание прям… Я надеюсь, что дальше хорошо будет. То есть, Ольге, как комментарий вернусь, что приятного аппетита было изначально синонимом. А в современной Германии используется, даже если, например, заходят в бюро прямо во время обеда. Никто в бюро, все работают, никто не кушает. Но как вариант приветствия вот можно использовать Malzeit. Достаточно распространено. Ну, можете, будете в Германии вдруг или кто-то были у нас из Бремен на участнике. Можно использовать. Ну и мы поздоровались, теперь давайте попрощаемся. Не сегодня, а вообще. Вариант тюсс. Опять звук пропадает. Марина звук пропадает. Вот я себя слышу. Прям вот передается мне в наушники. Я даже не знаю, как мне можно еще… И все тестировала, все записывает. Я имею в виду, что если… Юлия, хорошо, да? Может быть, перезагрузить страничку. Бывает, помогает вот так вот. Вообще, если такие вот технические вопросы улучшилось, может быть, перезагрузить вам страничку, у кого пропадает. Или вопросы… Можно вкладку «Вопросы» к администратору. Потому что я, на самом деле, с технической стороны могу только у себя смотреть, что у меня работает. Спасибо, кто сказал, что все хорошо. Ага, гуд. Давайте дальше. Чюсс. Формула прощания. Ну и, конечно же, универсальная формула «auf wiedersehen» или коротко «wiedersehen». И если мы прощаемся по телефону, то «auf wiederhören». «Wieder» снова, «sehen» – либо «sehen» – смотреть, либо «hören» – слышать. Поэтому «auf wiederhören» – «до свидания», дословно, до того, как мы свидимся. И «auf wiederhören» – до того, как мы снова услышимся. И я подготовила вам еще один слайд дополнительный. Может быть, уже не все знаете. Может быть, милковато, может быть. Я надеюсь, что все-таки вы сможете прочитать. И вот у меня к вам задание. Попробуйте, посмотрите. Мы видим карту Германии, в данном случае без Австрии и Швейцарии. И словами прописана формула прощания. В данном случае только формула прощания. Например, на севере Средней Германии распространено прощание «tüss». Да, то, что мы сказали. А вот на северо-востоке Германии можно сказать «tüssing». Такая разговорная форма, конечно, называется «tüssing». Почитайте, посмотрите в чат, напишите, какие вы еще видите формулы прощания. Может быть, что-то новое для себя откроете. Смотрите. Я вот тоже как рано поближе, чтобы рассмотреть. «Servus», 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 «servus» как у нас универсальное. Конечно же, и для приветствия, и для прощания. «Adieu», «servus», 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 «servus». «Adieu», но еще есть «Adieu», это как региональный вариант «Adieu», да? «Adieu», да, Olga, danke schön. Ну, вы видите, конечно же, что чем ближе границы со Швейцарией, вот здесь, например, тем, на мой взгляд, я французского не знаю, но мне кажется, больше подходят на французские варианты прощания, так как Швейцария у нас имеет один из основных языков, это французский или французско-швейцарский, швейцарско-французский, и вот поэтому очень на французский, мне кажется, похожий формулам. So, sehr schön. Fiaty, ja, тоже есть.